Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что вновь заглянули на обжираловку. Сегодня мы с вами будем кушать вот такой вот салат. Ссылочка будет внизу, если вы внизу не найдете. Это значит, что в скором времени рецепт будет. И у нас здесь напиток от Чупа-Чупс из моего волшебного ящика со всякими сладостями. Любимый напиток. Он, знаете, такой белый, как будто это молоко. С клубникой он обалденный. А вот покупала с апельсином, там было, знаете, так себе. Давайте начнем пробовать. Все, наверное, не съем. Но какую-то часть с хомячу точно. Здесь у нас рис. А, нет, это не рис. Огурчик здесь у нас. Грудка. Граната. Короче, все самое вкусное. Сейчас все, наверное, начнут писать, что это такое, Айка. Началась середина весь. Мама всегда ругается. Когда ей середины ем. Сегодня должна увидеться с подругой. Снимаю для вас влог. Хочу себе купить шапку. Но, вы знаете, не хочу покупать, что попало. Есть конкретная модель, которая мне нравится. У нас вообще в Азербайджане. Многие не носят шапки, потому что максимум температуры это минус один. И, в принципе, не холодно. Но, чем старше я становлюсь, тем больше я уделяю как бы времени и денег своему комфорту. В седьмом классе я жила в России. Я вообще ходила без шапки. Мне казалось, я выгляжу безумно круто. Каждое утро мыла голову. Для меня настолько важно было именно выглядеть обалденно. Короткая юбка. А сейчас я как пенсионер не помню, когда последний раз надевала короткую юбку. В то время мама ругалась. Говорит, зачем тебе это надо? Надень что-то теплое. Тебе еще рано ходить на каблуках. Вы знаете, как я ругалась с мамой из-за этого. А сейчас мы с мамой опять ругаемся. Просто тема того, что мама говорит, ты ходишь как бабушка. Выбрала одну куртку. Просто денющая. Ниже колена. теплая. Как будто одеяло. Хотела померить. Сказали, что только большие размеры. Типа на женщин. Немолодежная модель, прикиньте. У меня есть шапка. Она двухслойная. И она очень теплая. Вот невероятно теплая. Просто такое ощущение, что надела две шапки. Вот у меня мама говорит, не носи ее. Все на тобой будут угорать. Ты что, в России живешь? В Сибири живешь? Мне так нравится зима. Где-то в такой теплой шапке. Все от холода дрожат. А ты такой весь потный идешь. Я жуткая мерзячка. Вы знаете, даже я сдавала анализы. Чтобы выяснить, есть ли у меня какие-то отклонения. Оказалось, что нет. Просто это характерная особенность человека. Мне врач сказал, что просто я привыкла к свой организм. Точнее, приучила свой организм, что ему всегда тепло. Он мне объяснил, что это то же самое. Что, например, какой-то египтянин приезжает, например, в Россию в октябре. И ему, в принципе, очень холодно. То есть он в шубе, все равно ему холодно. И тут, значит, проходит такой русский в шортах и не понимает, что он морозится так. Все же нормально. Можно в шортах ходить. То есть это как приучишь свой организм. У нас, слава богу, нет центрального отопления. И мы можем включить отопление сразу. На улице там 15 градусов уже все отопление. Подруга уже пишет. Только не отменяй встречу. У меня только, знаете, настрой такой, знаете, пойти куда-то. Не отменяла. Иногда проблемы у человека со здоровьем не лечится вовремя. Поэтому я сторонник того, что нужно чаще ходить к врачам, чаще проверяться, проходить обследование и все дела. У нас соседка в деревне, девушка, вышла замуж в 27 лет. И получается, вот сегодня она вышла замуж, на следующий день она умерла. Или через день. И все были в шоке от того, что как молодая девушка могла просто сразу умереть. Причем такая семья была, они были против того, чтобы парень женился на этой девушке. и все там пошли слухи, что все ее отравили и так далее. Ну, как всегда, при смерти патологоанаты представили заключение родителям. оказалось, у нее какой-то диагноз сердечной недостаточности. Причем врачи сказали, что это не может развиться за год, за два. То есть это заболевание, значит, было у нее давно. потом родители вспомнили, что действительно она немного жаловалась на то, что у нее иногда вот прям колет в области сердца, когда она волнуется и так далее. Никто не придавал этому особое значение. То есть немножко болит, потом все нормально. Вот так вот умерла девушка. Поэтому иногда бывает люди думают, что они здоровы, все у них офигенно, а по факту они даже и не проверялись. Можно купить недорогую одежду, но надо за своим здоровьем ухаживать, любить себя. Вкусный тища. Очень вкусный салат. Он предназначен вообще для всей семьи на общую тарелку. Здесь майонез. Он сочный. Невероятно просто сочный. А гранаты как в тему. Давайте немножко поотвечаю на вопросы. Анда, Аннет задает вопрос. Айка, было ли такое, что ты меняла школу и тебе было некомфортно находиться в новом коллективе? Что в таких случаях ты делала? И как выходила из сложившейся ситуации? Школу я меняла, класс тоже меняла. Школу даже я меняла два раза, а класс получается один. Изначально, когда нас брали в школу, нас проверяли на знания. Если ты сильный ребенок, то тебя в А класс отправляли, где все сильные были. Проблема заключалась в том, что вопросы, по которым тебя проверяли и направляли в тот или иной класс, вопросы были в основном на логику и по математике. А это все было для меня очень легко. Но русский язык я знала очень плохо. Поэтому получилось так, что меня посадили в сильный класс и я ненавидела перемену. каждую перемену мне было максимально некомфортно. То есть я мечтала, чтобы перемена закончилась. Потому что я ни с кем не дружила. Просто сидела ровно за партой. Никогда не бегала в коридоре. Я не могла найти общий язык со своими одноклассницами. Просто потому, что я плохо говорила на русском. Мне было ужасно стыдно говорить с акцентом. Я себя чувствовала как чушка. Если честно, мне было некомфортно. Вообще на протяжении всей жизни, которой я жила в России, мне было некомфортно того, что я другой национальности. Мне как будто было за это стыдно. реально. У меня в голове был какой-то лозунг, что Россия для русских, а я не русская. Мне было неудобно всегда. Не знаю, с чем это связано. Сейчас я себя чувствую максимально комфортно в Азербайджане, потому, что в Азербайджане нету такого понятия, как нацизм. Мне здесь максимально комфортно, максимально хорошо. Я меняла школу из-за своего брата, потому что у него были плохие отношения с учителями, поэтому учителя его отчисляли из школы, и вместе со своим братом я направлялась в новую школу, и начинать все с чистого листа. Потому что мои родители считали, что мы должны учиться вместе, в одной школе, обязательно. Не могу сказать, что меня прям не принимали, и не могу сказать, что у меня было много друзей, просто могу сказать так, я рада, что универские годы и школьные годы закончились, потому что дальше все зависит только от вас, а в эти годы вы как-то зависите от родителей, поэтому я рада, что все это закончилось, я даже не хочу возвращаться в детство, слава богу, что оно где-то забыто и закончено, я наелась, всех люблю, целую, с вами Блайка Эмили, всем пока!